Хау, блин, на лице. Давно не было роликов, извиняйте. Ну вот, опять промзона, опять с Пашей куда-то эту промзону ловимся. Ну ясно, что на пивоварню. Зайдем. Пивоварня называется True House, это недавно открывшаяся пивоварня. Хотя уже про нее в прессе писали. Ну как обычно, все по плану. Заходим, смотрим, пробуем пиво. Ну что, нас встретили. Вот идем, представь, всем привет. Метровик на Алексея, руководитель отдела продаж, пивоварня True House, Тармазбровик. Ну вот, сами видите, красота неописуемая. Пивоварни бывают двух типов. Одни красивые, а другие интересные. Мы посмотрим сейчас, какая пивоварня красивая или интересная. А почему здесь вот в этом таком живописном месте, скажем так, раскинулась она? Ну, во-первых, это для производства. Это территория бывшая Шинного НИИ. Тут очень хорошие производственные цеха. Очень высокие. Ну это понятно, в зонах там все помещения. Да, совершенно верно. Ну, а второй момент, это логистика. Очень удобно. Здесь находится большое количество транспортных компаний, которые отгружают продукцию в регионы. А то есть нам это очень удобно. Ну, то есть, прям сюда за угол можно на тележке завести и отправить в регион, да. Совершенно верно. И третье кольцо здесь тоже в другом. Да, но для этого достаточно. Так что в Москве. Мы вполне себе очень гибкие в этом вопросе. Мы доставляем продукцию, чтобы понять, там, от одной кеги для баров мы можем сделать это день в день. Мало кто от одной кеги, потому что одну кегу везти как-то бессмысленно, мне кажется. Ну, количество торговых точек растет, поэтому УФП набиваем. С этим проблем не испытываем. Первое время мы, конечно же, понимали, что, образом говоря, инвестиции. Ну, то есть, ну, почти в минус, можно сказать, работа. Первое время было. Ладно, подходим к пиварне. Сейчас посмотрим. Ну, тут уже более-менее красиво такое здание. Нас уже ожидают, встречают. Здорово. Павел, Сергей. Александр. Александр, Сергей. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Вам рассказали про территорию? Да. Вкратце, да. В НИИ, точнее говоря, НИИ, Всесоюзный научно-исследовательский институт шинной промышленности, центр шинной науки Советского Союза. Конкретно в этом здании шины испытывали, это краш-тесты были. Шины надували до взрыва, раскручивали там до скорости, до сумасшедших скоростей. Здесь можно кеги надувать, да? Здесь можно кеги надувать, и если даже вокруг все упадет, это здание останется. Оно очень-очень-очень прочное. В связи с чем там были технологические определенные проблемы, когда это все делали. В общем, очень интересное здание. Пойдем, похвастаешься? Здрасте. Добро пожаловать в опусную часть. Наши планы. Лекарственная лобокарь. Что на грошь вообще? Просторный, широкий. Да. Высота потолков 11 метров. Планируется здесь увеличение, я так понимаю, еще 10 столов, потом второй этаж, отдел продаж, там все дела. Нет, просто все едят отсюда, здесь будет статк этого продукта. Ах, вот так вот, да. Ну, смотрите, мерч уже есть. Всякие разные. Коллекционеры могут, так сказать, уже бегать в поисках бердекелей, значков, бокалов. Или бокалы, нет, а не бокалы, фестивальные, да. Вот бердекели, пробки, этикетки, все есть. Кто ответит, почему Трухаус? Дом истины, истинный дом. Именно поэтому название символизирует непосредственно то, что наша основная линейка – это пять классических стилий. Провели аналогию в них между пятью стихиями – это огонь, вода, земля, воздух и жизнь. И именно поэтому Трухаус, который символизирует объединение стихий, человека и природы. А что за дрозд там в углу прилепиться? Прилетел, сел там сверху. Вот такие схемы технологические тут, без них никак. Вот, чтобы получить аромат кошечек в пиве, вот рисует кошечку и думает. Младший научный сотрудник, моя дочь шестилетная, она разрабатывает дизайн новых пакетов. Все по-домашнему, то есть хаосу. Рисует эти блок-схемы интересные, с участием кота. Для нашей основной линейки мы используем исключительно бельгийский соло, это Castle Mountain, Бёрд, Армейнтус, Вилля, Великобритания, Германия, Штаты и примитируемость в Австралии. Собственно, здесь все пусто, работаем с машин, с большим запасным удержанием. Поэтому нет заряжавшегося сырья, и всегда все свежая. Да, засыпаем. Это хорошо. Подачи, впоследствии, на два этапа. Дробилка-то обычная, а вот конус такой, прям вот бункер. А, это Номасовский бункер. Номасовский, интересно. И знакомое оборудование Номасовское тоже, да? Да, оборудование Номасовское тоже, да? Да, оборудование Номасовское. Широкий довольно, что можно фильтровать. Две тонны. Три тонны, но широкий. Как у селфмейда. Да, у нас после селфмейда начали выпускать вот такие широкие танки, чтобы можно было фильтровать высокоплотные какие-то сорта, а-ля Бельгия, там, и прочее, прочее. Так, вот что-то у нас жужжит. Не знаю, для нас там ничего жужжал. Там ничего не происходит? Нет, что-то... А, это мытьё идёт. Происходит мытьё. Управление полуавтоматическое. Довольно. Печальник. То есть, можно... То есть, горячий, то есть, можно подогревать. На сколько, на 6 тонн? На 5 тонны. Сколько пяти, да? Номосская, мне кажется, одно из лучших сейчас оборудований российских. Я думаю, что Номосская сейчас, в данный момент, одно из лучших российских оборудований. Но и по цене, и по качеству. Соотношение, в первую очередь, да, цены и качества. Во-вторых, в принципе, материалы там и все комплектующие, они используют также импорт. Собственно, внутри ёмкости всей этой итальянской нержавеющей сталь, запорная арматура Чехия. Ну, тут, как бы, сборка, по-собственно, там такая. При этом, они очень хорошо подстраиваются под конкретные помещения. То есть, на месте проектируется. Всё, это экспериментальная кастрюля. Вот это интересно. Чья это кастрюлька? Это, наверное, кто-то же дома ещё в своё время варил? Ну, это мои кастрюльки. А-а-а. Начинал с подвалов. Сейчас это здесь. Все эксперименты проводятся с началом. Здесь мы доходим на машинное отделение. Водоподготовка кадаровская. Четыре ступени проходят. Это угольный фильтр, дальше обратно и осмос. Подмес соляной кислотой воды для выведения на уровень кислотности. И ультрафиолетовая фильтрация. И после этого впадает, соответственно, в производство. Самый страшный зверь – парогенератор. Который живёт порядка деголатой электричества. То есть, трёхкотловый? Трёхкотловый, да. Разделённый по емкости от нагрева. 300 литровый. Ну и холодильничек. Да, холодильничек, две машинки. Да, две машинки. Одна резервная. Мне кажется, даже с избытком иногда. Одна резервная. Трёхкотл брали сразу на вырост, на дополнительные ёмкости. Кто-то ставит пивоварню в таких пангаузах. Тут, конечно, хорошо, что места много. Не надо ютиться. То есть, им можно расширяться. Ну и вообще. Да, мы уже ставили помещение порядка полгода. Проходил по размерам и по мощностям. Ну, собственно, варочный порядок позволяет ещё четыре таких порядка поставить сюда. Сколько им костей здесь? 12 им костей. Три основное ображения, девять добраться. Собственно, мы выбрали производство пивов по классической технологии. Это наш осознанный выбор. Несмотря на то, что это и дороже, и дольше занимает больше времени. Да, можно пройти щит. Да. Красивые кадры тоже. А вот это... Сип мойка. Сип, понятно. Щелочка, кислота, вода, сверхтанки. Горизонталь или ЦКТ? Нет, это... Танки. Классика. Это дрожжевка, да? Как раз только дрожжевка. Дражжение, отображивание. Да. Так, уже тут нам наливают. Да. Смотрю. Не успели прийти, уже наливают. Красота, да, не описывая, как обычно. Ну что? Попробуем. Своеобразный. Да, в общем, это... То есть, вопрос, что это такое? Это что-то сильно такое... Как вы думаете? Я так думаю, что это... Вопрос, это таком. Это как раз к тем, кто прям сразу определяет по вкусу лагер или эль. Я не могу сказать, что это лагер или эль. Мне кажется, это довольно плотный, хорошо охмеленный лагер. Хотя, я могу ошибаться. Может быть, это какой-то просто ПЛЛ такой. Обычный ПЛЛ. Павел. Ну, скорее, хоть и лагер все-таки. Типа, ПЛЛ. Правильный ответ за кадром. А теперь, внимание, правильный ответ. А теперь, за это главное дело. Ё! Ребята... А, ну да, правильно, у вас было. Я его забыл. Так-так. Я думаю, что такое солодовое, насыщенное вкусство у него. Ну, тут нет такой прям вот... Собственно, да. Это нюанс не алкогольного, обычного. То, что да, сладковатое, но вот... Здесь все хорошие охмеленности. И вот эта сладость получилась как тело. Отлично. Это просто шикарно. Дайте две. Сейчас нас еще чем-то будут подкалывать. Я сам порядок выбрал. Да, пожалуйста. Извините. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, что-то в бельгийском стиле, по-моему. Ну, просто. Простенько, ближе к немцам. Простой базовый лагерь. Либо меня после вот этого без алкоголки вышкирит. Я ищу везде какую-то уже... Подвох. Подвох, да. Подвох. Может быть, это сладок? Классика. А вот это, по-моему, еще попроще. Что-то простое. Да, это, собственно, тот был базовый лагерь. Это уже легкая, миллионная версия. Наш с онлайн. Вот этот как раз ближе, мне кажется, к такой классике, чем тот. Тот прямо... Либо из-за Sapphire. Я не работал с Sapphire, но не могу ничего сказать. Он также из-за Sapphire. Его просто здесь чувствуется не так сильно, поэтому он, может быть, дал такую вот какую-то... Чистенько, хорошо, аккуратно. У такого, наверное, можно... Много выпить. Целый день его можно купить. На зари нажать. Да, а я уже вспотел, пока порталы проходили по влажным цехам. Влажным, да. Вот не успели прийти, ребята. Мы пришли минут 15, как и все. А нас уже тут пытаются... Тут дрожжевой аромат, да, прям такой. Не, ну как, ну потому что... Я вот, Паша любит такие вещи. Да, 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 да. Обычно я ксену припевает. Да, банановый такой. Ну, сухой, как раз, как любит Паша. Паша с удовольствием его пьет. А я такие сухие не люблю. А дольше такие? ВВ-06? Да. Стоит. Они, ребята, ищут первые бои. Смотря как сделать. У меня недоволь. Знаешь, на что похоже? На мою зеленую миль, здесь тоже хмелленность такая больше, мне кажется, чем в вайтах обычных. Либо он слишком сухой. Да, там есть немножко большая хмелленность у нас с хмеллоном. Холл-меллоном? Да. Тоже отличный выбор. В свое время тоже думал холл-меллон сделать. Потом, когда появился лимон-дроп, еще все-таки на лимон-дропе. На фоне танков снимается семейство. Да. Да, почему семейная пивоварня? Кстати, да, почему семейная пивоварня? Кто здесь семья? Мы братья. Ах, вот так вот. Наш третий партнер. Брат родной Сереги. Родной? Неродной. Жены здесь работают. Дети даже немножко эксплуатируем время от времени. Что, в принципе, ключевые позиции – это все семья. Ну, то есть, осталось еще подождать лет сто, чтобы сказать, например, наследственные такие были. Династии. Династии, как бы полагается. Пусть будет. Что-то здесь бродит неспешно. В принципе, во всех. Давление есть, значит, что-то там есть. Танечки холодненькие. Да, все заполнены. Все заполнены. Нет, вот это не заполнено. Вот так. Еще можно расширяться, расширяться. Розык ручной. Ручной. Нормальный. Наследие домашнего пивоварения. Для бутылок. Такая сушка. Закупорка бутылок. Нальехали вот. Пегасовский. Ну, что делать. Представляете себе, вот такое количество бутылок вручную разлить на одной штуке. Это тяжело. Это тяжелый труд. Как говорят, что пивоварение – это тяжелый труд. Вот. Характерно дадутся очень мало. Не видно, наверное, ничего будет. Ну, бутылочки стоят разлитые. Ага. Рост. Почему дрост? Кто дрост? Ну, вот, естественно, Хоп Ганчик приютился здесь. Но тоже Номасовский. Не. Как у других. Не знаю, насколько там хорошо. Вот. Вот идет. Сейчас посмотрим. Внутри. Вот такая вот сеточка стоит. Паша тылит этикетки. Вы, когда пригласите его в следующий раз кто-нибудь на пивоварню, вы прячете этикетки. Будем, конечно, не жадные, отмотать все пол рулона. Но все равно имейте ввиду, что ущерб будет нанесен. Резаное пиво. Только здесь вот. Из танка наливают, сначала льется светлое, а потом льется темное. И в итоге в танке стоит, часть танка занята темным пивом, часть танка занята светлым пивом. И в итоге вот наливается так вот резаное пиво. Шучу, конечно. Ну что, посмотрели. Завод. Красиво. Чистенько. Все. Места много. Вообще, кому пришла идея в голову все-таки открыть завод в наше тяжелое время? Ну, собственно, во-первых, это не первая пивоварня. Открытая нами, в частности мной. До этого у нас была большая пивоварня на хлебзаводе номер 9. Маленькая пивоварня с полутонным варочным порядком. Там были большие сложности с документами и в итоге мы так не смогли их получить. И в итоге психанули, построили большой завод. А пиво, собственно, почему именно пиво? Потому что очень любим пиво и потому что нравится, собственно, процесс пивоварения. И просто хочется, чтобы люди пили тоже вкусное пиво. Вот насколько примерно окупаемость рассчитана? Сколько лет вы будете окупаться? Не будем сейчас, наверное, там вперед загадывать, потому что у нас… Ну, расчеты же какие-то были, когда строился пивоварень? В принципе, несомненно, расчеты есть. До выхода на операционную прибыль примерно, я так думаю, месяца 3-4. А дальше уже как позволят инвестиции, как позволит рынок. В принципе, рост четырехкратный, возможно, технологический здесь, почти без сложных увеличений. Посмотрим, как будет. Ну, ты вот занимался домашним пивоварением и следы домашнего пивоварения мы здесь обнаружили. Часто пивовар домашний говорят, вот, хочу из домашнего перейти в большие, так сказать, в большой спорт перейти. Вопрос, надо ли? Что тут посоветуешь людям? А здесь мне сложно советовать, потому что, на самом деле, дом-то пиво я никогда не варил. Как раз я по образованию, в принципе, повар, и мое знакомство с пивоварением началось как раз в той небольшой пивоварне на хлеб заводе. То есть, в принципе… А вот эти кастрюльки, которые там? А это я уже делал как бы под себя. А, это же на заводе. Лаборатория. Чтобы просто для экспериментальных сортов. Как раз-таки все новые сорта проходят через эти кастрюльки сначала. Ну, как же ты вот с повара на пивовар? А кастрюли одни и те же. А пиво я всегда люблю. То есть, ты считаешь, что сварить борщ и сварить пиво это примерно одно и то же? Иногда больше сложнее, мне кажется. Ну, вообще технологически, да, полностью одно и то же. Ну, вот технологически это полностью одно и то же. Если не учитывать дрожжи и потом там работа с ними и поддержание температуры. Так что главное, чтобы руки росли из того места. И голова так же думала правильно. Добавить мне к этому нечего. Абсолютно верно все. Так все-таки про дрозда. Вот мы тут видим этого дрозда все. Так и не получилось. Кто такой дрозд? Почему дрозд? Зачем дрозд? Ну, это, по сути дела, печать, знак качества пивовара Сергея. Множество людей в Москве знают, как Сергей Дрозд. Еще по временам там барменства, баров, ресторанов, поварства и так далее. Как я Ди Джонс, так и ты Дрозд. Совершенно верно. Это Дрозд. Сергей Дрозд, его много-много народу знает именно так. Поэтому это знак качества, это печать пивовара, только печать шахповара. За ним есть небольшая история, которая в свое время, там, вместе с остальными медиаматериалами и медиапрограммами будет выходить в эфир. Пока мы немножко все придерживаем, нигде не пиаримся. Но вот какое-то время, через какое-то время, вся эта история придет к нам. Обо всем расскажем. Кто дрозд? А какие вообще творческие планы, как говорится? Что в ближайшее время мы увидим от пивоварни? Или хотите сделать? Увидим, не увидим, это уже, конечно, другой вопрос. Но какие вот, что вы хотите выпустить? Ну, непосредственно к зимнему сезону готовится несколько темных плотных сортов. Один из них, который не сварит, стоит, сейчас как раз бродит, это копченый американский браун эль. Хочется попробовать, скорее всего, появится темная пшеничка и гипочка хорошая, качественная вкусная. А что-нибудь такого прям совсем с шерстью бегемота там, ничего не будет? Нет, мы будем варить только настоящее пиво по закону о частоте. Пиво без шерстью бегемота. Четыре ингредиента. То есть вы не хотите ничего добавлять в пиво? Нет. Ни фрукты, ни овощи, ничего такого? Нет. Это наш выбор, это наш сегмент. Мы хотели как раз быть таким проводником вкусовым от евролагера к развитому, может даже экстремальному крафту. Можно сказать, что классический крафт. Классические сорта без экстремального... Звучит как масло-масляное, или к всему роду какой-то классический крафт, то есть традиционный крафт. Наверное, уже такой уже есть. Если ты говоришь о крафте... Или классиках крафта. В первую очередь, да, это базовая линейка, базовые сорта, классические. И хочется широкую массу людей познакомиться с тем, что пиво бывает разным, а не только... Ну, где они могут купить его в Москве, например? Тут вопрос даже не где они могут купить, а вопрос в том, что сложившаяся ситуация на рынке крафтового пива в Москве и в России, ситуация в том, что базовых продуктов, каких-то интересных, но отличающихся от лагера, нет. Есть как бы сильно отличающиеся. И простой человек, попробовав в первый раз сильно отличающееся пиво, его не понимает абсолютно, плюется, выплевывает и никогда больше крафтового пива не подходит. Ну да, если там хмеленные выдержанные в бочке томатные газы с добавлением перца... А когда человек интересующийся приходит в крафтовый бар и такой, ну наконец-то мне много рассказывали про крафт, я попробую крафт. Подходит к бармену и говорит, отдай-ка мне что-нибудь вкусненького. Что же бармен-то нальет ему в крафтовом баре? Вы представляете себя? Я знаю, что он нальет ему, да. Поэтому мне тоже это всегда бесит, когда я не могу в баре выпить просто пиво. Вот, и нас тоже. Там апу или яку какой-нибудь. Вот, именно об этом мы и говорим. И человек, заходя в крафтовый бар, как бы знаток хочет, да, попробовать что-то новенькое, посмотреть что-то новенькое, но это закончится одной-двумя бутылками, а потом как-то хочется уже, мне кажется, пить простое пиво, понятное, не отвлекающее от общения и спокойнее общаться с друзьями. Абсолютно согласен. Именно этот сегмент мы и хотели бы занять, потому что, ну вот, к примеру, даже год назад из отечественных пивоварен, каких-то массовых, ну я имею в виду крафтовых, которые везде присутствуют, апа-то далеко не у всех была. Ну то есть такое простое, легкое, не сильно горькое пиво, ну как бы его нет. Ну, я сказал, что нет, и многие пивовары делают апу, но в барах его действительно мало очень. Я могу сказать, что год назад половина этих многих пивоварен еще не делали апу, и часто ее убирали. Нет, убирали из бара, потому что они говорят, ну зачем нам апа, ну кому нужна эта апа, да кто ее спрашивает. Соответственно, а производитель говорит, ну ладно, я не буду его это. Ну, одно за другим тянется, а в итоге ограниченный круг людей, бергиков и разбирающихся пивом, пьет хорошее пиво, а другие все не могут, потому что они упираются в тупик, когда не могут плавно перейти. А как вы относитесь к тому, что попасть или встать в какие-то, ну даже может не крупные, не федеральные сети, но вообще в обычные магазины в сети? Потому что, если пивоварня встала в сети, то все это не крафт, мы его сразу выливаем, мы его покупаем постоянно и выливаем в рак. Так мы с ним боремся с этим псевдокрафтом, который стоит в сетях. На самом деле, наверное, для молодой и небольшой пивоварни основная проблема даже не пиар того, что это масс-продукт, потому что он встал в пятерочку. Это большей частью невозможность выполнить контракты в закупочность. У сетей очень сложные условия. Конечно, было бы здорово максимально, но это не наш путь. Мы тоже решили, что мы все-таки продукт крафтовый, ручной. Мы пельмени ручной лепки. Поэтому представьте себе пельмени ручной лепки в пятерочке. Это я видел, там написано, что там 100 китайцев или 100 узбеков сидят и лепят. Мы пока на это не смотрим совершенно. У нас есть еще куда развиваться в Москве. Говорили про то, где попробовать. На карте, наверное, самый крупный клиент. Их порядка 150 активных точек, которые развиваются сейчас. Это в основном хорико. Хорико и баклшопо. Ну что, друзья, небольшая экскурсия на очень приятную, милую, домашнюю пивоварню. Что хочу пожелать ребятам удачи, развития, чтобы это пиво всегда было в барах, чтобы мы его могли пробовать. Спасибо. Пейте хорошее, настоящее, вкусное пиво. Подписывайтесь на канал. Все как полагается. В общем, вы знаете, все так говорят. Ставьте лайки, колокольчик. Тантрали-валим.